Пультура хлебная Всем привет! И сегодня у меня на канале блюдо, которое я наверное назову до свидания летом. Это для меня и летний и в то же время и осенний начало сентябрьский рецепт. Рецепт кукурузы немножко нетрадиционный, потому что я варить ее не буду. Что мне понадобится для приготовления этого блюда? Это сами кочаны, как говорят у нас в Украине. Это наше чисто украинское название. Ну а по-русски это называется по-моему початки. Дальше мне понадобится еще кусочек достаточно мягкого сливочного масла. Видите, оно у меня полностью-полностью расставшее, потому что оно таким должно быть. Так, и что еще? Понадобятся мне специи. Вот смотрите, здесь у меня специи для курицы, томат с базиликом и чесноком, грузинская специя и вкусовая добавка мивина. Вы можете брать любые специи, которые вам нравятся, которые вам подходят. Можете специи вообще не добавлять, а просто, допустим, приготовить эту кукурузу с маслом и солью. Мы специи очень в нашей семье любим, поэтому я использую специи. Можно было бы еще сюда паприки добавить, но я просто за паприку забыла. И теперь, что происходит? Происходит очень простой процесс. Это намазывание початка, намазывание кочана вот этой вот ароматной смесью. Да, руками это было бы не очень эстетично, конечно. Получается такая вот процедура. Можно было бы, конечно, вначале маслом просто намазать, а потом посыпать специями. Но я решила сегодня сделать так. Пусть не очень красиво, но зато будет очень вкусно. Просто обалденно. Такая вот немножко нетрадиционная, ароматная, пряная, вкусная кукуруза. Кукуруза, она ведь вообще вкусная, да? И соль я добавлять не буду. Почему? Потому что соль есть в составе вкусовой добавки мивина. И уже каждый из нас сможет посолить кукурузу в конце, да? Короче, кажучи, моя бабуся называла сэцидилу кочаны, так? Я не буду сьогодні виделываться. Мені не вистачило масла, мені не вистачило специи. Я вирішила все ж таки намазувати руками. Вот так я роблю це все. Зручно все це робиться руками, але не дуже эстетично. Так. Але це так швидко. Раз-раз, и так ручками намазали, намазали. Дивіться, яка краса виходить. Супер. Боже, я від цього аромату вже шаленію. Мені, чесно кажучи, просто аж... Ні, я сиру їсти не буду. Дочекаюся, напевно, поки приготується. Кукурузу я полностью закрила фольгой, укутала ее, замотала. И отправляю в духовку, в разогретую духовку до 180, вернее, до 200 градусов. І буду запекати ее где-то примерно 30-35 минут. А конечне время я уже вам скажу в конце приготовления. У мене прошли не 30 і не 35 минут, а прошло где-то примерно час. И сейчас я вместе с вами посмотрю, что у мене получилось. Это очень-очень горячо. Так, смотрите, вот что. Такая кукуруза из духовки. Смотрите, какая красота. Скажите, это просто ароматное счастье. Просто вот, мне кажется, что это шедевр. Потому что вот так вкусно. Ой, как это вкусно, как это классно вообще, супер. Смотрите, какая красота получилась. Ну и теперь уже перейду на украинский язык. Готуйте завжди с задоволенням, готуйте завжди с любовью, с радостью для своих близких. Всем здоровья и до новых кулинарных зустрічей. Я культура хлебная, я еще потребная.